Вы смотрите новости. В студии работает Тимур Саппар. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Добрый вечер. Казахстанские спасатели перешли на усиленный режим несения службы в период новогодних праздников. По стране будут работать более 3000 человек из разных подразделений МЧС. Также в готовности к оперативному реагированию находится порядка 1200 единиц спасательной техники. Везде прошли смотры сил и средств. В профильном ведомстве призывают казахстанцев в праздничные дни не забывать о мерах безопасности. Призываем казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности. Предельно осторожно обращаться с пиротехникой. Также перед сном рекомендуем отключать освещение и гирлянды на елке, чтобы минимизировать риск возникновения замыкания. Тем временем синоптики предупреждают о снегопадах и морозах до 25 градусов в новогодние выходные. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны прогнозируются метели с порывистым ветром, туман и гололед. Водителям рекомендуют без необходимости не выезжать в дальний путь. Если же вдруг вы оказались на трассе в непогоду, то нужно звонить по короткому номеру 112. По информации Казавтожол, к этому часу дороги в стране открыты по всем направлениям. Встретят Новый год на работе и полицейские, а также медики скорой помощи. Пожары, драки и травмы от фейерверков в праздничные дни может произойти все что угодно. Поэтому все экстренные службы будут дежурить в усиленном режиме. О том, как обеспечивать безопасность в грядущие выходные, готовятся в Шимкенте, расскажет Рауль Габитов. В новогоднюю ночь, пока все казахстанцы будут сидеть за праздничным столом, пожарные будут находиться на посту. Возможно, даже ехать тушить возгорание. В Шимкенте на работу выйдет весь личный состав. В боевой готовности находятся 65 спецмашин. Гораздо больше, чем в обычные дни. Усиленное дежурство продлится до 1 января. Вся спецтехника, которая есть в наличии, готова к работе. Наши сотрудники будут находиться в местах массового скопления людей. Выйдут на работу и больше ста бригад неотложной помощи. В любую минуту к пациентам готовы выехать почти 2000 медиков. Своевременное прибытие на место вызова обычно зависит от диспетчеров. Поэтому на звонки горожан будут отвечать 140 человек. Во время каждого праздника число вызовов увеличивается. В основном они связаны с отравлениями или драками. Бывает, человек получает травму от пиротехники. Наша главная задача – как можно быстрее прибыть на место происшествия и оказать помощь пострадавшим. Полицейским тоже предстоит много работы. И дело не только в том, что в праздничную ночь часто происходят потасовки и кражи. Правонарушения совершают и на дорогах. Часто бывает так, что водители садятся за руль пьяными. Но в полиции говорят, что готовы к непредвиденным ситуациям и будут пресекать любые преступления. Рауль Габитов, Нурсултан Мухаммеджан, Нурмахан Бекмуратов, Хабар-24, Шымкент. Интернет-мошенники активизировались перед Новым годом. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. Особенно часто сейчас попадаются на фишинг-ловушках по классике. Люди получают рассылки на фейковые сайты. Злоумышленники заманивают своих жертв акциями, скидками и липовыми выигрышами. На деле же казахстанцы просто передают свои персональные данные. А дальше, как по накатанной, обнаруживают у себя кредиты, микрозаймы и снятие со счетов денег. Азиза Закумбаева разбиралась в теме. Алматинка Арина Ким одна из тех, кто как раз таки пошел на поводу псевдоакций в социальных сетях. Однажды в ленте она наткнулась на заманчивое предложение. Интернет-магазин предлагал с хорошей скидкой горнолыжный костюм. Под публикацией был указан номер. Арина связалась, заказ приняли. Но товара, деньги за который попросили, сразу же нет по сей день. Они мне сказали на Каспиеве перевести стоимость этого костюма. Он стоил 19 тысяч. Я перевела. У меня даже здесь есть чек, я сохранила. Ну и вот, после перевода я... Все, они молчат. Я звонила на их номер, у них номер был заблокирован. И вот не могу дозвониться до сих пор. Связи нет, связь пропала с ними. Перед новогодними праздниками мошенники действуют еще активнее. Вариантов развода сотни, если не тысячи. Покупателю не обязательно переводить деньги псевдопродавцам. Они могут сделать это и сами, получив доступ к мобильному телефону жертвы. Сначала заманивают его удочку в виде сообщения с акциями или розыгрышами. А как только клиент клюнет, то есть пройдет по активной ссылке, заходят в банковские приложения и забирают все подчистую. Вот такой ловли есть конкретное название – фишинг. Иногда они пересылают фишинговые письма и ссылки, особенно в мессенджерах и в смс, переходя по которым вы заражаете свое устройство, компьютер или смартфон вирусами, который собирает информацию о вас и потом передает злоумышленникам, которые они потом в дальнейшем тоже пытаются использовать для того, чтобы получить доступ к вашим кошелькам, банковским картам, личным кабинетам. Нередко для фишинга создают отдельные сайты, умело маскируя их под известные онлайн-магазины или торговые сети. Отличить их от настоящих практически невозможно. Некоторые мошенники пытаются делать сайты, похожие на сайты известных банков, а у некоторых банков есть и торговые площадки собственные, и таким образом вводят людей в заблуждение, то есть как будто вы приходите на сайт своего банка, где хотите что-то купить, а на самом деле он отличается на одну букву, одну цифру. Только с начала года жертвами интернет-мошенников стали около 20 тысяч человек, и большая часть преступлений была совершена на торговых онлайн-площадках. За истекший период специалисты заблокировали 100 таких ресурсов. Не менее распространенный способ отъема денег – это когда казахстанцам звонят и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Казахстанцам звонят так называемые сотрудники службы безопасности банков либо правоохранительных органов, сообщают о подразделительных операциях на счетах, либо о несанкционированном входе в их аккаунты, в мобильных приложениях на смене пароля, либо смене попытки смены доверенного абонентского номера. В таких случаях у нас зарегистрировано более 3,5 тысяч по стране. Но специалисты советуют не идти на поводу у мошенников. Если позвонили по телефону, постараться как можно скорее завершить разговор. Ни в коем случае нельзя делиться личными данными, номерами удостоверений или банковских карт. Насторожить должно и то, что абсолютно незнакомый человек просит вас перевезти ему деньги. Азиза Закумбаева, Наурсбай, Хурмангазе, Хабар, 24. Между тем, количество коррупционных преступлений выросло в Казахстане. В 2022 году было зарегистрировано порядка полутора тысяч таких уголовных дел. К слову, новости о задержаниях и судебных процессах не сходили с экранов. Порой они были неожиданными для казахстанцев. О самых громких из них расскажем в следующем обзоре. Пожалуй, самым громким задержанием уходящего года стал арест экс-председателя комитета нацбезопасности Карима Масимова. Произошло это во время январских событий. Незадолго до этого его отстранили от должности. Позже КНБ распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что 56-летний Карим Масимов вместе со своими экзамами помещен в СИЗО. Бывшего политического тяжеловеса и влиятельного силовика обвинили в государственной измене, а также в превышении должностных полномочий и попытке насильственного захвата власти. Позже к выдвинутым ранее обвинениям добавились новые. Это получение взятки в размере 2 миллионов долларов от иностранных граждан. Тогда же силовики обнародовали предметы роскоши и все то, чем обжился Карим Масимов. По мнению следствия, это указывает на признаки коррупционных преступлений. Расследованием дела занимался комитет нацбезопасности. Ему был присвоен гриф секретности. Недавно дело поступило в суд, однако проходить оно будет в закрытом режиме. Генеральной прокуратурой по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. О задержании экс-главы Минобороны Мурата Бектанова стало известно спустя месяц после ареста Карима Масимова. Его подозревают в бездействии по службе во время январских событий. Бывшему чиновнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Месяц назад дело поступило в специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам. В качестве министра обороны Бектанов успел поработать около пяти месяцев. 1 сентября столичный суд вынес приговор экс-майору КНБ Кайрату Сатыбалды. Его и еще четверых человек признали виновными в хищениях у Центра транспортного сервиса 28 миллиардов тенге, а также причинение материального ущерба в размере 12 миллиардов тенге казах телекому. Сатыбалды осудили на 6 лет. Проведет их он в колонии средней безопасности. Кроме того, у него конфисковали имущество. Судья пояснил, что в качестве смягчающих обстоятельств учтено чистосердечное раскаяние и активное участие в раскрытии преступления, а также возмещение материального ущерба. В столице начался суд по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева. Напомню, его задержали весной этого года. Тогда в агентстве по финмониторингу сообщили, что подозревают Боранбаева, а также одного учредителя компании «Азиягазчунжа» Романа Наханова и бывшего зампредседателя правления «Казахгаз» Таира Жанузак к хищении 14,5 миллиардов тенге при закупке газа. Сам Кайрат Боранбаев заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями. Процесс проходит открыто. Похоже, в этом году в столичном СИЗО побывало рекордное количество высокопоставленных чиновников и бизнесменов. На скамье подсудимых оказался и бывший министр культуры и спорта Арестанбек Мухаммедиулы. На этом посту он проработал почти пять лет. Перед арестом руководил Национальным музеем. Его подозревают в хищении денег, выделенных на проведение международной выставки и нескольких проектов. Предварительную сумму ущерба по всем расследуемым в отношении Мухаммедиулы делам борцы с коррупцией оценили почти в 7 миллиардов тенге. Недавно срок содержания под стражей бывшего руководителя нацмузея вновь продлили на месяц. Чуть больше года назад по подозрению в получении взятки была задержана экс-замакима Тараусской области и бывшая мажорист-вумен Бахатгуль Хаменова. А в ноябре этого года суд признал ее виновной. Хаменовой дали 7 лет лишения свободы. Однако из-за наличия несовершеннолетних детей отбытие наказания отсрочили на 3 года. По версии обвинения, Бахатгуль Хаменова вместе с руководителем областного управления культуры получили взятку. Речь о 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атарау. За судебным процессом над экс-министром здравоохранения Ельжаном Бертановым и его бывшим замом Олжасом Абишевым следила вся страна. Около двух лет они находились под домашним арестом. В суд дело поступало дважды. Приговор по делу вынесли осенью в Сараркинском столичном суде. Экс-главу Минздрава приговорили к пяти годам ограничения свободы. Его бывшему заместителю Олжасу Абишеву суд назначил 4 года. Их обвинили в приемке нерабочей платформы информатизации у хорватской компании. Ущерб оценили в 1,5 миллиарда тенге. Вину они не признали. А решение суда первой инстанции Ельжан Бертанов и Олжас Абишев уже обжаловали. Теперь их защитники ходатайствуют о возобновлении судебного следствия. По их мнению, судом первой инстанции допущены существенные нарушения. Почему это было важно и почему именно эта часть верхушки пирамиды была заблокирована? Ну вот Олжас Абишев приоткрыл, так сказать, завесу тайны. Дело в том, что одним из самых бенефициаров, скажем так, отсутствия цифровизации здравоохранения является коррумпированный криминальный фарм-бизнес. Он об этом сказал. И одно из проявлений – это лекарства, закупленные за счет нас, налогоплательщиков, за счет бюджета, оказывались в сопредельных странах. В России, Узбекистане, Кыргызстане и так далее. И именно мы и наша команда с этим активно боролись. К слову, из-за допущенных нарушений апелляционный суд отменил приговор и возвратил прокурору Астаны другое громкое дело – о хищениях выделенных 13 миллионов долларов на скандальный проект «Астана ЛРТ». Еще в прошлом году фигурантов приговорили к разным срокам – от 7 до 10 лет. Дело расследуют несколько лет, а главный столичный долгострой не могут закончить больше 10 лет. Несмотря на то, что апелляционный суд постановил отменить приговор, пятеро обвиняемых продолжают оставаться за решеткой. Экзамакима столицы Канад Султанбеков и экс-председатель правления Астана ЛРТ Талгатардан находятся в международном розыске. Всего же в этом году в Казахстане зарегистрировано порядка полторы тысячи уголовных коррупционных преступлений. Это на 11% больше, чем в прошлом году. В 2022 году казахстанские суды вынесли 149 оправдательных приговоров в отношении 279 лиц. Почти половина этих судебных решений вступила в силу, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Причем 20 человек были осуждены много лет назад и отбывали наказание в тюрьмах. В итоге их оправдали в Верховном суде по протесту Генпрокуратуры. Казахстан Товарооборот между Казахстаном и Кореей достиг рекордных 5 миллиардов 800 миллионов долларов. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщили в Корейском агентстве по содействию торговли и инвестиции. За 11 месяцев этого года объем вырос на 94% по сравнению с тем же периодом 2021-го. 65% всего корейского экспорта в нашу страну занимают автомобили. Продажи составили 950 миллионов долларов. На втором месте телефоны 63 миллиона. На 53 миллиона продали автозапчастей на 43 миллиона долларов косметики. 94% всего казахстанского экспорта в Корею – это сырая нефть. Почти на 4 миллиарда 100 миллионов долларов. И по 100 миллионов долларов в объеме товарооборота занимают уран и ферросплавы. С началом военной операции в Украине в этом году прямой экспорт из Кореи в Россию был ограничен. Из-за экономических санкций против России корейские компании ищут альтернативу, и Казахстан можно назвать подходящим рынком. Среди претендентов – Korea Hydro and Nuclear Power. Надеемся, что сотрудничество в этой области также будет развиваться. В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грузией. Экономические связи начали развиваться лишь в 2006, когда наша страна начала инвестировать в экономику Грузии. В 2021 году с возникновением Казахстанско-Грузинского экономического союза торгово-экономические отношения двух стран получили новый импульс. А события 2022 года заставили страны пересмотреть и логистические цепочки. Юлия Тужилкина расскажет о годовых итогах сотрудничества. Новые вызовы и новые возможности. Так можно охарактеризовать экономическое партнерство Казахстана и Грузии в этом году. И итоги сотрудничества двух стран говорят сами за себя. Что касается Казахстана, нашего значимого партнера, то за 11 месяцев этого года показатель экспорта вырос на 200 миллионов долларов. Это в два с половиной раза больше по сравнению с прошлым годом. Вырос и показатель импорта. Если в прошлом году импорт из Казахстана был на 17 миллионов долларов, то в этом году уже на 32 миллиона долларов. Из-за военных действий России в Украине разрушились старые логистические связи и привычные торговые отношения. Потому Казахстан и Грузия в срочном порядке пересмотрели линейки продукции, транспортные коридоры и восстановили инвестиционные потоки. Значительный рост есть у нас в частных инвестициях, которые были заморожены после мирового финансового кризиса, после 2009 года. Сейчас уже есть значительный рост. Казахстанские инвестиции в этом году дошли до 22 миллионов долларов. В тем временем, когда Грузия, тоже грузинские бизнесмены сделали значительные инвестиции, порядка где-то 40 миллионов долларов в Казахстане. Мы будем мониторить эту тенденцию и на следующем году мы ожидаем, что гораздо больше уже будет делано. Подводя итоги 2022-го, вспомнили и о трагичных событиях начала года. В посольстве Казахстана в Грузии наградили партнеров, бизнесменов и друзей, которые во время январских событий в Казахстане активно помогали соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации в Грузии. Юлия Тужилкина, Шалва, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. В преддверии Нового года в зоомагазинах и питомниках раскупили почти всех кроликов. Год водяного черного кролика по китайскому календарю наступит лишь 22 января, но задабривать на удачу в 2023-м его начали уже сейчас. Кто он? Хозяин года. В следующем материале. Мягкий, пушистый, теплый, ласковый декоративный кролик – идеальный домашний антидепрессант. А в преддверии этого Нового года еще и один из самых популярных подарков. Все разобрали. У меня все-все-все было в клетках кроликов. И клетки сами разобрали для кроликов. В доме декоративный кролик ведет себя почти как кошка. В еде неприхотлив, в уходе прост. Его можно даже приучить к лотку. Стоимость зависит от породы. Чем меньше кролик, тем выше цена. Ничего сложного нет. Самое главное – задние лапки держать, чтобы не поцарапал. Если ребенок, чтобы… Ну, всегда вот это объясняем, рассказываем. Так побегать может. Да? Чёрный водяной кролик по китайскому календарю – покровитель 2023 года. Чёрных и водяных в природе не бывает. А ареал обитания водяных – плавающих. Болото юго-западной части Северной Америки. В Казахстане таких нет ни одного. Потому на удачу в праздники задабривают всех. Они не любят, когда в ушках держат. Самый больной не стоит. Ушки. Вот так держат. В зоопарках кроликов уже перевели на усиленный рацион. Сено, овес, капуста и морковка. На десерт. Всё – двойные порции. Расскажите, сколько у вас зайков? Около 50. И все разные? Всякие. Я основную вот такую разложу. Поэтому они весистые, вот такие большие получаются. А вот такие декоративные – это для красоты. Они мало висят. Ой, папа. Слушайте, они разговаривают, оказывается? Щипят они. Стучат, когда боятся. Сейчас в мире насчитывается больше 200 видов кроликов. Они делятся на три главные подгруппы – декоративные, пуховые и мясные. Рекорд веса 25 килограмм установил британский самец. В среднем кролики живут 6-7 лет, а размножаться могут каждый месяц. Кролики – очень социальные животные. Они живут только семьями, стаями. И вот в этом их и основное отличие от зайцев. Это очень доброе животное. Они очень чувствительны к запахам, к стукам. Прекрасно! К стукам, да? И хочу сказать, что да, они плодятся. Это год, я думаю, будет семьей. Год такое рождение повысится детей. Кролики также считаются покровителями семейных ценностей, спокойствия, процветания и умиротворения. Милан Чаус, Айрана Камбаев, Зарин Зулпыхар, Хабар 24, Караганда. Подготовка к традиционному параду роз в Калифорнии проходит в самом разгаре. 1 января миллионы цветов украсят исторические улицы Пасадены. Это не только буйство красок цветов, но и всеобщий карнавал. Торжественное шествие откроет сезон новогодних праздников в Америке. В них ежегодно принимает участие больше миллиона человек. Это будет уже 139-й парад в новом году. По словам организаторов, в композициях используют исключительно живые розы. Это отличный праздник для всех. В течение сезона организаторы готовят различные парады. Но самый главный из них проходит в первый день. К нам поступают цветы со всего мира. На выставочных платформах можно увидеть самые редкие виды роз. Урожай лимонов в разгар зимы собрали садоводы от Ираусской области. Экзотические плоды вырастили в теплицах села Сарайшик Мохамбетского района. Лимонарий занимает площадь в 2 гектара. Экзотические деревья при должном уходе плодоносят дважды в год. Каждая дает в среднем от 80 до 100 килограммов цитруса. В их теплице работают 10 человек. Больше половины из них местные жители. В канун новогодних праздников там собрали 35 тонн лимонов, которые уже отправили потребителям. Наш сорт лимона называется мир. Он отличается от гайкожурой и сочными плодами. Растение зимует при температуре плюс 2-3 градуса. В планах увеличить его объемы. Подготовили проект и хотим построить еще одну теплицу на двух гектарах уже в следующем году. Такие новости к этому часу. Не переключайтесь и с наступающим вас.